Это правда, что Оливейро вылетел с боя с Исламом, и его заменит Волкановский? Да, все это правда. Он в пятом раунде, на спарринге, вчера вечером, буквально перед... Знаете, он сегодня должен был вылетать, но ему очень жестко рассекли бровь, и вчера же ее зашили, но очевидно, он не сможет... Он не сможет прилететь и биться с такой сечкой, и одно дело, если бы он сразу сообщил нам, мы бы отправили его к пластическому хирургу, который бы все зашил изнутри, все бы сделал правильно. Эти парни никогда не набирают нам, как только что-то случилось, они звонят уже после того, как все зашили, но с другой стороны, я тоже понимаю, что он не хочет рисковать, это огромная возможность для него, и знаете, это команда Волкановский, он, Израиль, эти парни, они просто монстры, он вызвался и принял поединок. То есть он согласился на этот бой с первого же звонка, да? У Чарльза Сечко, вы позвонили Волку, и он тут же согласился на двухнедельном уведомлении? Да, один звонок, и я бы уже давным-давно все анонсировал, но я ждал, пока проснутся ребята в Абу-Даби, чтобы сообщить им, и потом уже все рассказать, но ребята из окружения Оливеры просто не могут немного помолчать. Насколько я понимаю, с кемпа Оливеры пришла эта информация, но черт возьми, это часть нашего бизнеса. Я бы хотел сначала пообщаться с людьми из Абу-Даби перед тем, как все анонсировать, но люди просто не могут держать язык за зубами, они хотят показать, что все знают, хотят всем все рассказать, так что вышло так. Тем не менее, рематч Ислама и Чарльза был огромным поединком, но Ислам против Алекса 2 это один из самых больших боев, которые вы можете сделать, особенно в этом карде. Они бились в Австралии, теперь побьются в Абу-Даби. Какой рематч и какой тайминг? Вот как мы это делаем, брат. Один поединок слетает, и мы делаем бой ничуть не хуже. Это один из самых ожидаемых рематчей в истории этого дивизиона. Весело. Сумасшедший спорт.